О проблемах дольщиков, уличном освещении, благоустройстве парков. Эти и другие вопросы жители Люберит смогли задать на встрече с главой городского округа. Впервые в этом году она прошла в режиме офлайн. На первую очную встречу жители округа пришли, что называется, подготовленными. Практически каждый хотел задать волнующий вопрос. Жителей Малаховки интересовало дальнейшее благоустройство парка «Малаховское озеро». Третья очередь Малаховского озера в этом году будет с мостом. Мы закольцуем полностью Малаховское озеро. И велосипедные дорожки, и пешеходные дорожки. С обустройством детских площадок, спортивных площадок, волейбольной площадки, с кварцевым песком. Не осталось в стороне и молодое поколение. Один из юных участников встречи смог задать свой вопрос главе округа. Молодой человек, что тебя мучает, скажи? Меня мучает, что на Московской 1 построили водонасосную станцию. Я бы хотела, чтобы ее не было, потому что там горка. Для детей это очень хорошее место. Водонасосная станция нужна, но и горка нужна. Подумайте, где сделать рядом горку. Интересовались жители и судьбой голубых елей, растущих на улице 3-е почтовое отделение у дома 36. В ближайшее время там начнется строительство жилого дома, и деревья могут пострадать. Они растут по забору, метра полтора от забора, огораживающего бетонного территория 3-го отделения. То есть строительству они не мешают никак вообще. То есть они рядом с забором, нет никакого основания, чтобы их вырубать. Но у нас сведения от строителей, что их должны будут вырубить. По этим 14 деревьям, там 14 деревьев, принято решение о том, что мы их будем пересаживать. Именно так, как хотят люди. Волновал горожан и вопрос уличного освещения. В частности, территории неподалеку от завода Ухтомского. Как отметил заместитель главы администрации Василий Власов, в текущем году будет реализована программа «Светлый город». По 29 адресам установят новые фонари. Также у нас в рамках обращения наших граждан сформирован перечный список адресов, где необходимо установить данное освещение. Это 115 адресов. Мы полностью во всех сетях, на сайте администрации, на сайтах управляющих компаний разместили данную информацию для того, чтобы вы, жители, проголосовали за эти адреса. И вот те адреса, которые наберут наибольшее количество, они будут включены в программу «Светлый город» 2022 года и будут выполнены за счет областного бюджета и за счет местного бюджета. Свои вопросы жители городского округа задавали и через социальные сети. Вопрос в Инстаграм. Возле торгового центра «Орбита» каждую весну и зиму и осень невозможно пройти. Все плывет прямо возле входа в магазин «Четыре лапы». Каждый год одно и то же. Но это не «Орбита», это рядышком. Надо просто сделать инспекцию. Пройти, посмотреть. Если это так, то привести в некое соответствие, заставить собственника предложить какие-то усилия. За время встречи задано более двух десятков вопросов. Все они зафиксированы и приняты в работу. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Да. Да.